ТЕФФИ Переоценка ценностей Петя Тузин, гимназист первого класса, вскочил на стул и крикнул «Господа! Объявляю заседание открытым!» Но гул не прекращался. Кого-то выводили, кого-то стукали линейкой по голове, кто-то собирался кому-то жаловаться. «Господа!» – закричал Тузин еще громче. «Объявляю заседание открытым!» «Семенов Второй! Овались на дверь, чтобы приготовишки не пролезли!» «Эй, помогите ему, помогите! Мы будем говорить о таких делах, которые им слушать еще рано!» «Ораторы, выходи!» «Кто записывается в ораторы? Подними руку!» «Раз, два, три, пять!» «Всем нельзя, господа! У нас времени не хватит! У нас всего двадцать пять минут осталось!» «Иванов Четвертый! Ну зачем жуешь?» «Сказано, сегодня не завтракать!» «Не слышал приказа?» «Он не завтракает, он клячку жует!» «Тота, клячку! Открой-ка рот!» «Федь, косунь ему палец в рот! Посмотри, что у него!» «А? Ну, то-то!» «Теперь прежде всего решим, о чем будем рассуждать!» «Прежде всего, я думаю, ты что, Иванов Третий!» «Надо лассуждать пломалань!» Выступил вперед очень толстый мальчик с круглыми щеками и надутыми губами. «Малань в одне всего!» «Какая малань? Чего ты мелешь?» Удивился Петя Тузин. «Да не малань, а малаль!» Поправил председателя тоненький голосок из толпы. «Я и сказал, малань!» Надулся еще больше Иванов Третий. «Мораль? Ну хорошо, пусть будет мораль!» «Так значит, мораль!» «А как это мораль? Про что это?» «Это чтобы не лезли со всякой ерундой!» Волной заговорил черненький мальчик с хохлом на голове. «То нехорошо, и другое нехорошо. И этого нельзя делать, и того не смей. А почему нельзя? Никто не говорит. И почему мы должны учиться? Почему гимназист непременно обязан учиться? Ни в каких правилах об этом не оговориться. Пусть мне покажут такой закон. Я, может быть, тогда и послушал бы. А почему тоже говорят, что нельзя класть локти на стол? Все это вздор и ерунда. Подхватил кто-то из напиравших на дверь. «Почему нельзя? Всегда буду класть!» «И стоп, позволили зениться!» Пискнул тоненький голосок. «Кричат, не смей воровать!» Продолжал мальчик с хохлом. «Но пусть докажут!» «А почему вдруг говорят, чтобы я муху не мучил?» Забосил Петров второй. «Если мне доставляет удовольствие!» «А мама говорит, что я должен свою собаку кормить. А с какой стати мне о ней заботятся? Она для меня никогда ничего не сделала!» «Стоп, не месали вступить в благ!» Пискнул тоненький голосок. «А кроме того, мы требуем полного и тайного женского равноправия!» «Мы возмущаемся и протестуем!» «Иван Семенович нам все колы лепит, а в женской гимназии девчонкам ни за что пятерки ставят!» «Мне Манька рассказывала!» «Да погоди, не перебивай, дай сказать!» «Почему же мне нельзя воровать, раз это мне доставляет удовольствие?» «Держи, держи дверь, напирай сильнее!» «Готовишки ломятся!» «Петька Тузин, председатель!» «Тише, господа!» «Надрывался председатель!» «Объявляй, что заседание продолжается!» Иванов Третий продвинулся вперед! «Я настаиваю, чтобы лассуждали Пло Малань, а Сенька мне в ухо дует! Я хочу, чтобы не было никакой Малани! Нам должны все позволить! Я не хочу уважать ладителей, это унизительно! Сенька, да не смей мне в ухо дуть! И не буду слусаться сталших! И у меня самого могут ладиться дети! Сенька, блось, я тебе в молду! Мы все требуем свободной любви! И для женских гимназий тоже! «Пусть не заплещают нам зениться!» Пискнул голосок. «Они говорят, что обижать и мучить другого нехорошо! А почему нехорошо?» «Нет, вот пусть объяснят, почему нехорошо!» «Тогда я согласен!» «А то это все можно подумать! Есть нехорошо, спать нехорошо, нос нехорошо, рот нехорошо! Нет, мы требуем, чтобы они сначала доказали!» «Скажите, пожалуйста, нехорошо!» «Если не учишься, нехорошо!» «А почему же, позвольте спросить, нехорошо?» «Они говорят, дураком вырастешь!» «А почему дурак нехорошо?» «Может быть, очень даже хорошо!» «Дурак – это холосо!» «И по-моему, хорошо!» «Пусть они делают по-своему!» «Я им не мешаю!» «Пусть они мне не мешают!» «Я ведь отца по утрам на службу не гоняю!» «Хочет, идет, не хочет, мне наплевать!» «Он третьего дня в клубе 60 рублей проиграл!» «Ведь я же ему ни слова не сказал!» «Хоть, может быть, мне эти деньги самому пригодились бы!» «Однако смолчал!» «А почему?» «Потому что я умею уважать свободу каждого индию индивидуума!» «А он меня по носу тетрадью хлопает за каждую единицу!» «Это гнусно!» «Мы протестуем!» «Позвольте, господа, я должен это все занести в протокол!» «Нужно записать!» «Вот так!» «Протокол засе... засе или заси?» «Заседание!» «Что там у нас первое?» «Я говорил, чтобы не приставали локти на стол!» «Ага, как же записать-то?» «Нехорошо локти!» «Я напишу, оконечности!» «Протест против запрещения класть на стол свои оконечности!» «Ну, дальше...» «Стоп, зениться!» «Не отврешь, тайное равноправие!» «Ну ладно, я соединю!» «Требуем свободной любви, чтобы каждый мог жениться и тайное равноправие полового вопроса для дам, женщин и детей, ладно?» «Теперь пламалань!» «Ну ладно, требуем переменить мораль, чтобы ее совсем не было!» «Дурак – это хорошо!» «И воровать можно!» «И требуем полной свободы и равноправия для воровства и кражи!» «Пусть все нехорошо считается хорошо, ладно?» «А кто украл, напиши, тот совсем не вор, а просто так себе человек!» «Отдавай мне мою булку!» «Сенька, держи его под лица!» «Валь его на скамейку!» «Где линейка?» «Вот тебе, вот тебе, вот тебе!» «А я не буду, ей-богу, не буду!» «А он еще щипается!» «Мелозавец!» «Дай ему в молду!» «Загни ему салазки!» «Петька, Петька, заходи сбоку, помогай!» «Председатель вздохнул, слез со стула и пошел на подмогу!»